Ты знаешь Бога? Ты знаешь, что это такое? Я вижу, что вы ничего не видите, надеюсь, хотя бы меня видно Пока я иду, собственно, есть мысль, о которой хочется рассказать По поводу москвичей, по поводу работы Меня вообще не видно, да? У вас просто как будто голос из темноты Ладно, тогда эту вещь мы, поскольку я уже почти пришел Расскажем чуть позже Да, вообще нифига не видно Ладно, подождем Собственно, было не сложно тебя увидеть Нет, ну как, на камеру тебя вообще не видно? Никого нифига не видно на камеру Ты думаешь, что это что-то даст? Думаю, потом пойти куда-нибудь показать Тебе будете по интервью с куратором Я узнал по человеку, который делает выходы на столбах Мне показалось, ну, отжимание там выходы и что-то там делал Да, я сделал столбовую Мне показалось это необычным Нет, я ни хрена не виду Самый темный выпуск Самое главное, что слышать хорошо Это просто я темный, поэтому меня не видно Вообще, да Я очень замерз Работаю там Ну да Отлично Когда я приезжаю, за эфимол ухожу И валяю там А, нет, даже видно лицо, когда подсветок Хорошо, мы сейчас идем в эфимол Посидеть, поболтать Ты, короче, иди, я просто Да, пойду, смотри, какая-то странная горка Это горка-убийца просто Вот для детишек, которые хотят Успокоить жизни Мама, я хочу машин Иди на город Это экономно В общем, тогда я пока расскажу про Ту мысль, которую я хотел рассказать вначале Про москвичей Почему я опоздал? Из-за пробок Москва очень дурацкий город с точки зрения пробок И с точки зрения того, что ничего не делается для того, чтобы это решить Но это не самое печальное Печальное, что в среднем москвич воротит на дорогу Час до работы И, соответственно, час с работы Это еще хорошо У тебя как? Сколько ты времени едешь на работу? Слушай, я чуть не знаю Я вот покажу площадку для паркура Да А как мне не заниматься? Я не могу понять Никто не знает Я ничего не понял вообще Ну ты, типа, прыгай и там лазь Я не знаю, по-моему, дети на ней так занимаются Они условно для паркура Ну да, потому что это какие-то странные конструкции Ну там понятно, типа имитация семей Это те самые конструкции, которые были в видосе про съемку для The Village Я не знаю Я не знаю, понимаешь Паркур это же как бы искусство перемещения по городу В городском пространстве, да А, ну, кстати, прикольно сделано Да, рукоход, кстати, клевый Можно полетать Ну, фиг знает Как-то все очень сильно трясется так, странно Ну, эти шарики Я не знаю Я видел уже это Но мне показалось А, ну вот, чтобы аккуратно прыгать Ну, в принципе Ну да, в принципе, для паркура Это страшная тема Которая может быть реально интересная А вот это тебе не нравится? Это Прубить вот по этим штукам Это же тоже круто Забираться на стену Да, слушай, реально Вот теперь я вижу, что это площадка для паркура Просто вот по этой штуке я бы не сказал, что это площадка для паркура Это скорее какой-то скалодром недоделанный Видеоблоу Мы в Эфимоле Я первый раз здесь Это нормально, это здорово Это здорово, что я не хожу по торговым центрам в Москве Да? Правда здорово? Прям, правда, это второй торговый центр в рамках моей студенки видосов Ну ничего страшного, да За 30 дня сходил в рамках Это мой рекорд Зато здесь тепло И это очень радо Вот, кстати, как Паша выглядит Для тех, кто не знает Я буду уже очень замученным человеком Можно только попасть на воду и по нему Еще и год Да, вот такие вот Люди курируют воркаут Все замученные, не выспавшие все время Голодные Голодные Ну Какая она? Тема Ну, собственно Расскажи ты Какой аспиратор ты Ты не смотрел, да? Видео с парнем из воркаута Воркаута из воркаута Просто последние выпуски я не смотрел У меня была большая подготовка к этой выступке Ну я вообще хвост Я даже еле успевал выкладывать материал в группу ВКонтакте Там буквально съел с утра Попить кофе И без никого уже Побежал на работу И с утра до позднее Буквально практически нож работал Ну неделю Поэтому у меня Молчу Не, ну все очень просто Я пропустил Потом нагонишь Насмотришь Не, все очень просто Поскольку ты был сначала просто участником А потом решил стать куратором Можешь рассказать вот о том Почему ты вообще решил принять участие в студнефти Как оно для тебя прошло Почему ты решил стать куратором Как это дело пошло Вот у тебя уже второй, да? Кураторский запуск Первый был весной Сейчас Второй Как вот Вот это все Как у вас развивается студентка в Ростове Какие-такие мысли поделиться Для тех, кто может быть захочет стать Я пишу людям Они такие Нет, я не готов К сожалению Ну я тоже люблю такие мысли Когда я поначалу Я колебаюсь Честно скажу Я не знаю В свой день вяжался В одну простую причину Ну это была неуверенность В смысле все Я думал А как я буду это делать? А как вот что там Как там Тем более у меня не было там Какого-то определенного Еще стаза и опыта В принципе вообще В трассе не было вообще никакого опыта Ну и я занимался не так устроенно Чтобы иметь какой-то там Хороший уровень В любом случае Была такая уверенность Что все пойдет нормально А началось с того, что Ну Узнал о программе Я показался в интернете Когда стал интересоваться воркаутом Занимался буквально Буквально Ну вот Год назад, наверное Ну почти пока Год назад Фактически с нуля Почти Воркаут Воркаут с нуля Да То есть я Ходил там в зал Что-то пытался Убирать железа Но в основном Оказалось, что это не мое Не может быть Вот И закончился на домене Я понял Не стал ничего больше Попытать И я всегда поглядывал В сторону площадки То есть мне было неинтересно Ребята Которые там занимаются Что там Делают муток Но вот Поначалу это была Ну чистая база То есть Я нашел выходить на площадку Там Бессистемно заниматься Например Там Три раза в неделю То есть там День ноги Ну знаешь Там Ну да Да Потом Стал интересоваться Читать там Материалы Там Что к чему Почему Как же Начал заниматься С чего Начал заниматься Попытать Ну знаешь Табличками 28 недель Подтягивание В принципе Три секунды Ты будешь там Тиражить По сто раз Начал пробовать Понял, что тоже Короче Не мое Никакого движения Ничего Ну и занимался Так Честно Придумал Там Комнировать Там Стал Учищать Комнировки Делать Не через день А практически Каждый день А потом Узнал О программе Стабильной Уркаут Где-то в интернете Что-то не было Заинтересовался Подстал Зарегистрировался На уркаут И начало проходить Как раз Получается Год назад Ролю Как раз Уркаут Уркаут Просто Уркаут Очень Да Просто Уркаут Вот Все Занял Одну Площадку В одной Ленине Стало Опять Зайд Забор появился Многие Многие Замолчился тогда очень сильно с прессой, Дима, который делал, когда я с ним познакомился, до конца с ним я пытался сам скормовать две деды, короче, я там делал письмо, короче, просил, что писал там и просто каждый день занимался. Приезжал на работу, где-то, наверное, по полчаса, там, до рабочего МС, влёт, тут просто рассылал по всей музыки города, журналы, газеты, короче, Роберт Сан, что там, было знакомо на радио, ну, дальше, в чем группа ВКонтакт, там, у меня это слово, потому что газетам, собственно, очень интересно, прям, и интересен встречать уже, наверное, произошедшие события, которые имели какую-то массу, а запуск, который для них смеялся с реитерином, они не знают, что это, сколько будет людей, то есть им это интересно. Мне там некогда отвечали, типа, ну это будет у вас запуск, когда он соберется, там, крючка, ну, может, переднего спектра, а там, переднего спектра уже нет. Потом я написал, короче, еще управление структуре спорта в Верховской области, вот, они со мной стрелялись, мы были у меня в себе, я приехал, все, короче, подробно рассказал, там, они раскатывали, раскатывали раскатывали, раскатывали, раскатывали информацию, где раскатывали, да, вот, они, там, могут звали головами, скатывали культуре, вот, гласно, мы с вами связываемся, мы вас поддерживаем, а если мы там, в институт, допустим, там, тысячи человек, они говорят, вот, мы, типа, задвинем за судьбу к студентам, а если-то их чуть-чуть кустика будет, типа, успеваешься, я говорю, постараюсь, конечно. У меня уже было не так, что в плане, я уже подумал, вдруг это почти будет, там, например, там, сто-двести человек, что я буду делать? Ну, благо, я тогда уже познакомился с школой, там, из 8-ми районов, еще были ребята, которые достаточно подвинутые на плане, в принципе, воркаются, а просто занимаются сами по себе, но, я думаю, что они, мы потянули уже с того, как будто, как будто, раз, там, мы могли просто проводить, бы, раз быть, среди на кушке, проводить миров на разных лошадках, раз, как будто, раз, как будто, вот. Короче, в итоге, первый запуск, у меня, конечно, было порядка 200 человек, я, хотя, зарегистрировалась всего, там, 46-48, ну, вот, а первую, на него, что, потом, у нас был запуск, как будто, 1 марта, и сентября, а, да, 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 все, 1 марта, я уже попробую запуск. 1 марта, погода не очень, вечер, пришло, там, человек пять, две девушки, ну, 20, ну, я сейчас все рассказал, показал, ну, и мы начали какую-то заниматься, и потом 120-либо, у меня такая, какой-то парадокс, не знаю, что, вот парадоксов, но все время, второй запуск подряд, ходит и более 60 человек на общий сбор, но они меняются на общий сбор, то есть, это 102 новых человека, а два старости пришло, 101-го, одни старости не пришло, вот такая вот тема, вот, и вот, когда, вот, на весенний продолжается запуск, кто-то там, когда, в итоге, там, наверное, 10-12 человек, но они хотели попеременно, то один, то другие, то другие, то другие. Ну, плюс, то что же, что стало? Первый запуск, почти кто не прошел, половина слилась на базовом блоке, потом я вдруг, а не подобавляюсь ко мне, там, друзья в контакте, и они слилаются, а я потом просто вижу, что они взял фотографию, все-таки, они продолжают, дальше, там, поехали туда, там, шишечки, да, шишечки, да, шишечки, шишечки, то есть, ну, образ жизни, он, опять, переломил человека, и старый женичка не с вами. Оказывается, у Паши есть интервью с Димой для оценки ребят, с тем самым, так что, возможно... Сладеньким любителем. Сладенький любитель, да. Не стал нам про себя говорить. Просто написал сладенький. Сладенький любитель. Любитель сладенького. Да. Я просто ошибся в этой идее. Конечно, возможно, скоро на сайте появится. Вот. Да, вот сейчас, в данный момент, я копирую. Да. Сегодняшний выпуск видео закончится, наверное, потому что я две растяжки, поэтому я не буду тренироваться на улице. Растяжку я тоже не буду показывать. Я размешу просто ссылку на растяжку Маталиб, по которой я занимаюсь. Все делают и ее. Очень хорошая, очень помогает. Главное, разогревайтесь перед растяжкой, а то что-нибудь тебе потянется, и это будет неприятно. Да-да. Просто я ногу потянул и до сих пор страдаю. Вот это все на сегодня. Увидимся завтра на новой площадке. Я буду делать хрульги. И все. Будем трениться. Увидимся.